Евгений Носов Хитрюга Давно приставал ко мне сынишка Принеси да принеси из лесу ежа Они в школе живой уголок устроили Есть кролик, ящерица, воробей Даже морскую свинку где-то достали А вот ежа нет Раза два всем классом в лес ходили Да разве его скоро найдешь? Вот сынишка и пообещал товарищам Что я обязательно поймаю Я мол знаю где какая птица и какой зверь прячется Пожурил я сына за поспешное обещание Которое может остаться невыполненным Да делать нечего Пришлось искать ежа Правда специально за ним я не ходил Отправлюсь на охоту или рыбную ловлю Ну и про ежа помню Может по пути встретиться А оно всегда так бывает Когда чего не надо попадается А когда ищешь не находишь Прошлую осенью ходил я к дальнему лесному озеру За окунями Тихо и светло бывает в лесу ясным осенним днем Светло от того, что листья осыпались И больше не затеняют землю А тихо от того, что и ветер не шумит кроной И птиц не слышно Они уже улетели на юг Стволы деревьев подпирают небо Будто колонны Между ними послан мягкий ковер из сухих листьев Изредка попадаются молодые дубки С еще не опавшей листвой Освещенные солнцем Они вспыхивают в просветах между стволов Словно зажженные факелы И эхо гулкое, раскатистое Блуждает в лесу То же, как в большом пустом здании В таком лесу далеко слышен каждый звук Скачет ли заяц Или осторожно крадется лисица Нет-нет, да и хрустнет сухая ветка Засушат опавшие листья Слышу и я Кто-то бежит под кустами лещины Топ-топ-топ Присел на курточке, чтобы под ветки заглянуть Вижу, прямо на меня катится вазок Доверху нагруженный листьями Точь-в-точь, как телега с сеном Только величиной этот вазок шапку И движется он сам с собой, без лошади Ежик, догадался я Тащит сухие листья в нору на подстилку Ежу очень удобно собирать листья Найдет местечко, где их побольше Растопырит иголки Ну и катится сбоку-набок, переваливается Листья и накатываются на его колючки Встанет на лапки еж, а его под листьями не видать Так и бежит он в золотой одежде в свою нору Почуял меня еж Остановился, припал к земле Только листья шевелятся на его взъерошенной спинке Это было до того, как сын попросил ежа К тому же я шел к озеру И брать зверешку было не с руки Ну и уступил ему дорогу Попадись он мне теперь Накрыл бы шапкой и в рюкзак Ну вот беда Хожу-хожу, а он все не попадается Едва я вечером на порог, а сын уже вопросительно смотрит Принес? Нет, не принес, говорю Не надо было обещать Нехорошо получается Последняя надежда на следующее воскресенье И все Если и тогда не встречу Там уже холода начнутся Все ежи по норам спрячутся До весны Очередной выходной день я ожидал С не меньшим терпением, чем сын Охотничий азарт взял Впервые отправился специально за этой колючей дичью Проходил полдня Заглядывал под каждое корневище Под каждую кучку валежника Нет ежа Рассердился Даже по заяцу стрелять не стал Когда он из поднапиленных поленьев выскочил И повернул домой Чтобы быстрее идти Выбрался на железнодорожную насыпь Шагаю по шпалам А сам все про сына вспоминаю Сейчас ведь открою дверь, а он сразу Сейчас ведь открою дверь, а он скок навстречу Принес? Эх ты, охотник Прошел переезд Скоро и лес должен кончиться И заведняться город И вдруг впереди Между рельсами Вижу какой-то серый клубок катится Не прямо, а зигзагами То к одному рельсу То к другому жмется И так ловко через шпалы прыгает Снял я ружье, прибавил шагу Клубок еще быстрее покатился А я бежать Он тоже прибавил ходу Чего бы ему через рельс не перепрыгнуть А скук высокий В раз скатился бы Только бы его и видели Но серый клубок не думал сворачивать Наконец нагнал я его Да ведь это ежик Вот выручил Вот спасибо тебе, глупенький ты зверюшка Припал еж в углублении Между шпалами Ощетинился А бока так и вздымаются Колючки так и ходят Видно запалил я его А перепрыгнуть через лес не догадался Не видел края что ли Наверное на переезде переходил пути Да я помешал Он и угодил между двух рельсов Накрыл я ежика шапкой И сунул в рюкзак А потом сбежал с насыпи в лиц Набрал побольше листьев И набил ими мешок Думаю передам сыну пленника вместе с листьями Пусть устроит ему настоящее гнездо Сына дома не оказалось Но он не ожидал меня так рано И пошел к товарищу Ну и ладно думаю так еще лучше придет А еж уже будет бегать по комнате Налил я блюдечко молока Накрошил в него булку А рядом кусок сурового мяса положил Побирай ежик что понравится Но ежишка даже не взглянул на лакомство Посидел тихонько взъерошенный Потом высунул из-под колючего чуба Остренькая рыльца И затопал под шкаф В кухне света не стали зажигать Чтобы не беспокоить зверюшку А сами перешли в столовую Закрыв за собой дверь Пришел сынишка Увидел на полу рюкзак с листьями Рядом блюдечко с молоком Запрыгал и забил в ладоши Принес, принес, принес Ну-ка покажись ежик какой ты Пап где же ежик Под шкафом Сказал я Включая свет Нету Ну как нету Туда побежал Тебе просто не видно Хорошо видно Там сзади сведена Хорошо видно Там сзади стена освещена Тогда значит другое место перебежал Посмотри под столом Сынишка не вставая на четвереньках Дополз до кухонного с дверцами стола И заглянул под него Тоже нету Как так нет Не поверил я И сам посмотрел под стол Ежа и вправду не было Может кошка его съела Подумал я Выдумал Сказал сын С ним собака и та не сладит Мы с сыном сидели на полу Неудоуменно глядя Друг на друга гадали Куда запропастился ежик Убежать он никуда не мог Разве только в столу Его незаметно прошмыгнул Но ведь дверь туда была закрыта Не меньше часа Всей семьей лазали на четвереньках По полу по нескольку раз Заглядывая во все углы А не забрался ли он в поддувало С рубкой надеждой предположил сын А ведь верно Пошарил кочергой в поддувале Нет Вот ведь задача Снова собрались все в столовой И совещаемся В самом деле Куда он мог спрятаться Ведь не иголка же это Возбужденно всплескивал руками сын А тысячи иголок сразу Сидим молча Думаем Вдруг слышу Кто-то на кухне лакает Вскакиваем Бежим на кухню А это наш кот Тишка съел мясо Которое ежу предложено И молочком запивает Опять перенялись на поиски Но так и не нашли ежа Поздно вечером улеглись И долго еще не спали Прислушиваясь Не зашлепывают ли по полу Лапки беглеца Папа А не спрятался ли он В твой охотничий сапог Спросил сын И не дожидаясь моего ответа Соскочил с кровати Побежал обследовать сапоги И возвращается Нету Спи Завтра сам найдется Говорю я Но и утром ежа не было Расстроенный Сын пошел в школу Весь день я гадал Куда мог исчезнуть ежик Вернувшись с работы Я еще с порога Спросил Не отыскался ли он Но ежишка пропал бесследно Дня через два Я зачем-то пошел в кладовую Увидев на стене Туго набитый листьями мешок Я снял его с гвоздя Чтобы вытряхнуть Листья это теперь не понадобится И что вы думаете Вместе с листьями Выпал на землю ежик Он тотчас вернулся к лубочкам Будто осознавал свою вину За учененный в доме переполох Как он мог оказаться в кладовой В крепко затянутом рюкзаке Подвешенном на высоте двух метров Ответ мог быть только один Когда мы оставили ежа на кухне Он, побегав среди незнакомых предметов Опять залез в рюкзак Откуда пахло родным лесом И его собственным запахом А потом бабушка отнесла рюкзак в кладовую И повесила его на гвоздь Ну и хитрюга же этот еж Так и назвали его юнаты Хитрюга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok